Славянск разделился на два лагеря. Одни с удовольствием ходят сами и с детьми, чтобы полюбоваться белками, живущими в аллее любви. Другие же настаивают на том, что животным в клетке плохо. Выяснить, как будет комфортнее этим животным и чем им помочь, мы решили, обратившись к человеку, который лучше всех в городе знает, чего хотят белки в парке, к биологу, педагогу станции юных натуралистов Николаю Додонову. Николай Николаевич, здравствуйте. А плохо ли на самом деле белкам в клетке или их на свободе подстерегают больше опасностей? Это осуществленное заблуждение, что если звери находятся в клетке, то он страдает. Это не всегда так. Многие животные, большинство доживает в два раза дольше, чем в естественных условиях. Они подвержены различным хищникам, паразитами, несбалансированным питанием и находясь здесь, а не просто райском курортном зоне. Наш вольер обладает оптимальной площадью для комфортного приживания. Также эти белки были выращены из питомника и с самого детства жили в таких подобных условиях. Так что, выпуская их наружу, мы подвергаем их большей опасностью. Выпускаться будет их потомство. Даже можно посмотреть на наших клеток вольер, имеются будущие окошки. Уготовленные в будущем будут выпускаться потомства, через которые они могут путешествовать и возвращаться, питаясь. От жителей мы просим только лишний раз не кормить, потому что был случай, когда принесли миндаль, а там находится сильная кислота, которая дает для человека небольшую приятную горечь, но в больших количествах является ядовитой. И для человека, особенно для мелких животных. Есть целая теория, рассказывающая о том, что означает, когда человек спит на том или ином боку, на животе или спине. В мире животных позы отдыха и сна тоже разнообразны. Еще такой вопрос. Идут обсуждения в интернете, что белки, которые здесь жили, якобы они уже умерли, потому что многие видели, что белка лежит кверху лапами или развесившись на дереве. Так ли это или живы-здоровы наши белочки? Белки – это животные, которые в позе отдыха разнообразны. Они любят лежать на спине, а также распуставшись на полу, на ветке. Можно увидеть наши белочки. Аккуратно разложилось, вытянулось максимально, увеличивая площадь, чтобы максимально охладиться. Также переворачивается. Но за счет меха тоже является термозащитой. Многие люди, славянцы, переживают, что в такую аномальную жару белкам очень жарко здесь в клетке. Скажите, как биолог, что вы можете предложить людям, как можно помочь нашим маленьким грызунам? Во-первых, мы принимаем мир, мы используем бутылки замороженной водой, выставляем для улучшения самочувствия самих белок. Но самое главное – это большее спокойствие, потому что в любом жаре стресса ситуация именно усугубляет тяжелое положение. Просто шум, стараться не шуметь возле белок, не приводить собак в квартиру, потому что они очень агрессивно относятся к белкам. А также просто наблюдать, рано утром можно понаблюдать и очень тихо стараться. Мы хотели бы, если у кого есть возможность, замораживать пятилитровые бутылки с водой, чтобы можно было поставить в клетки и понизить температуру воздуха. Бутылки со льдом можно даже поставить рядом с клеткой, выставить, чтобы они охлаждались. В принципе, поток воздуха будет направлять и холодный воздух обдувать наши белочки. Сейчас белки потихоньку осваиваются в своем новом доме. Наблюдать их можно рано утром и вечером. Главное не шуметь, не бросать в клетку камнями, и тогда зверьки обязательно похвастаются перед вами своими пушистыми хвостами. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».